Представьтесь, пожалуйста, капитан. Наша команда называется Владерис. Девиза у нас пока что нет, но мы его, конечно же, придумаем. Конечно, что мы вам даже предложим варианты сейчас. Слушаем, пожалуйста, огласите название выше команды. Нет, сначала представьтесь, капитан. Меня зовут Максим, и наша команда называется Фимия. Все вместе! Фимия! Это блестит, а выозначает нашу щедрость. Отлично! Цветочки можно приблизить, пожалуйста. Ну, где у нас есть в воскресной школе колокола? Разбрелись все по воскресной школе. Нет? Вот какая задача вам. Именины, день ангела, день рождения. Одно ли это и то же? В чем разница? Пожалуйста, почитайте. На задание вам дается 5 минут. Значит, у вас были точные информации, в котором вы прочитали, что такое именины, что такое день ангела, ну и про день рождения мы с вами знаем. И мы попросили вас объяснить, одно ли это и то же, или все-таки есть различие. Кто из вас будет говорить? Я. А, ну, капитан, давай, слушаемся. Именины, день ангела и день рождения – это три совершенно разных даты. Они очень сильно отличаются, и у каждой свое значение. День рождения – это день, в который человек родился, то есть пришел в наш свет, в наш мир. День ангела – это день, когда этого человека крестили, то есть к нему приставили ангела-хранителя, поэтому он так и называется. А именины – это день памяти того святого, в честь которого был назван человек. Если вы не мать, вы читали, командный вопрос. День памяти святого – это какой день? Чаще всего это день его кончины. Спасибо вам. Как вам, скажем. Хорошо. Мальчик и мама, а почему тогда иногда называют именины для мангела? Именины. Ну, вы можете помочь? В рассказке вам написано. Я могу помочь. Ксюшка. Светы, как пожинают. Потому что святырия своей жизнью дал, своей большим сердцем, любовью к Господу. И даже после представления своего, они так Господу любили Господа, потому что Господь давал им цветын духом силы, да, помогать людям. И не только при жизни, но и после своих кончин. Поэтому святырия иногда называют как ангелы безгрешенными. Понятно? Так, Нара Петровна, ты должен бросать покрыть. 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 imagina кто что нашел. Гоша нашел? Да. Ура, Гоша молодец, пойдем. Как вы думаете, как правильно подготовиться к именинам? Значит, на доске? Да. Спасибо. Спасибо. Слушайте, я снимаю или нет? Ребята, Антушка пошла. Молодцы. Анюта, зачитывай задание. Открывай конверт, зачитывай задание. Сейчас, подожди, все, все ребята, присаживайтесь. Давай. Оля, Аня нашла, быстро. Четвертое задание. Разгадать кроссворки, теа святых. Ага, доставай у тебя в конвертике. К этому заданию есть предложение. Значит, у вас 7 минут максимум. Поэтому в виде подсказки, вероятно, у них есть это, в виде подсказки даны дни памяти святых и их самые запомнившиеся чудеса их жизни. Или, может быть, какой-то из их жизненного пути события. То есть это вам подсказка такая. Посмотрите, под номерами идет описание кратенького жития святого, да? И кроссворд под номером в соответствии с названием, это будет имя святого. Подсказочка, там есть одна черточка, это будет сразу понятно. Итак, 7 минут. Работаем, пожалуйста. Вера Васильевна, пускай тут они сами поработают. Вера Васильевна. А вот когда-то, Вера Васильевна, уйдет. Давайте. Это значит, чисто ритм, какой я работаю. То есть вы, если что, не заценивайтесь, а, ну, а здесь не заценивайтесь. Так, читаем заново теты. Первая, кто у нас? Дарья, Александр, Невский, Ольга, Анна, Татьяна, Виталий, Варвара, Дарья и Максим. Покажите мне свои кроссворды, пожалуйста. Писали? Да. Ура. Молодцы. Это было самым тяжелым заданием. Ага, как туда попасть? Все правильно, правильно. Жарко, жарко, только как туда Вера Васильевна, что вы им подсказываете? А там ключик висел рядом. Итак, пойдемте. Итак, последнее задание. Зачитает нам, кто нашел? Задание. Аня, огласи задание. Зачитить и исполнить многое лето. Так, перед тем, как мы, ну, мы уже пели и в храме, да, в общем-то, простое письмо пение, я вам покажу, расскажу, что традиция разных стран позволяет на разные классы исполнять. Так, когда мы, ну, мы уже пели, мы уже пели, мы уже пели и в храме, мы уже пели, мы уже пели, мы уже пели. Да многое, многое, многое лета, Да нам многое, многое, да нам многое лета. Пусть будет в жизни у вас только свет, И в Божьей любви душа доживет. Для веры, спасения и вечного света Живите нам многое, многое лета. Можно помогать. Многое, многое, многое лета, Да нам многое, многое, да нам многое лета. Многое лета, многое лета, Многое лета, многое лета. Спаси, Христе Боже, спаси, Христе Боже, на многое лета. Спаси, Христе Боже, спаси, Христе Боже, на многое лета. Пусть, Дорогие ребята, я думаю, праздник нам очень удался. Вы были активными, умными, даже Шерлока Холмса. Так быстро находили задания, хорошо с ними справлялись. Поэтому каждый из вас удостоен прибыль. Ребята, ангелы за трапезой. Сейчас, пока вы будете кушать, посмотрите немножко на экран. Сегодня с нами были все святые. И вот на экране вы сейчас увидите жития этих святых. Вот, посмотрим, Вера Васильевна немножко будет рассказывать. Святая мученица Татьяна. Это у нас Любутина Диана. Ее день рождения 24 января, а день памяти Татьяны мученицы, мученицы Татьяны, 25-го. Все мы знаем, что в 755 году императрица Елизавета Петровна посвязала в указ об основании Московского университета. Преподобный Виталий Александрийский взял на себя такой весьма необычный подвиг – это спасение блудниц города Александрии. Что добрые слова, молитвы и проповедь жизни Виталия благотворно повлияла на множество женщин. Одни ушли в монастырь, другие вышли в галушь, третьи начали честно трудиться. Святая равноапостольная княгиня Ольга. Она вступила на престол гемии русского государства после того, как погиб ее супруг великий князь Кирилл.